Развитие социальной инфраструктуры регионов, инвестиции в будущее. Эту тему обсудили в рамках делового завтрака Агентства стратегических инициатив, прошедшего на полях Петербургского международного экономического форума. В частности, речь шла о возможности реализации проектов государственного частного партнерства в социальной сфере. Совместив приятное с полезным завтрак и обсуждение, агентства вместе с регионами попытались выработать конкретные предложения по применению механизмов государственно-частного партнерства. Деловой завтрак Агентства стратегических инициатив проходит в гостиной губернаторов. Помимо глав регионов, для обсуждения вопросов государственно-частного партнерства ОСИ пригласила и других экспертов. Вместе с выбором из меню «Блюд для завтрака», сообщая, предстоит определить механизмы ГЧП в социальной сфере, в частности, в образовании. На сегодняшний день в стране практически отсутствуют модельные решения, готовые для тиражирования в регионах. Для регионов задача реализации чего-то в социальной сфере, она уже является таким раздражителем, если хотите. И регионы вы хорошо понимаете. Сейчас обсуждается модель частного государственного партнерства. Мы прочитали наклад Центр стратегических и разработок школы экономики. Мы как раз предложили несколько вариантов модели этого частного государственного партнерства, которые реализуют проблему в создании инфраструктуры школ. Инвестиции в образование являются краеугольным камнем экономики регионов. Между тем, в соответствии с новым майским указом президента России, необходимо обеспечить вхождение России в десятку стран по качеству общего образования. Но на сегодняшний день, по словам президента группы компании просвещения Владимира Узуна, если российские четвероклассники признаны лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста, то к завершению основного образования функциональная грамотность школьников ухудшается. Для радикального улучшения качества образования в восьмых-одиннадцатых классах нужна принципиальная иная школьная инфраструктура. Для такого права его нужна другая технологическая лабораторная инфраструктура, другая политическая среда. Современные классы и лабораторное оборудование весьма недешевы, как вы знаете. Обучение и оплату педагогов, способных эффективно использовать современную образовательную среду, требует дополнительный фаскор. Проект по созданию эффективных школ просвещения готово реализовать совместно с государством. По словам Владимира Узуна, они возьмут на себя обязательства по управлению школами, гарантируя выпускникам высокие образовательные результаты. Это позволит школам стать лидерами и обеспечить приток человеческого капитала в экономику регионов. Идти в ногу со временем готов и Нейнский округ. В частности, повышать уровень образования детей и развивать современную инфраструктуру в школах региона. У тех новых школ, которые мы сейчас строим, я имею в виду школу на авиаторов и будущем школу поселки Искателей, нам надо делать уже соответствующие всем самым современным требованиям и оснащать, несмотря на необходимые первоначальные инвестиции, самым современным оборудованием. Второе, что нам нужно, надо привлекать лучших специалистов, которые бы передавали свои знания нашим школьникам. Это сделать не так просто. Конечно, нам пригласить к себе и оставить у себя жизнь ведущих специалистов сложно, но именно об этом я говорю с первого дня прихода в округ, нам надо развивать дистанционные технологии образования. Это сегодня, может быть, кажется, кому-то в нашем округе иногда читают такие комментарии, значит, чем-то фантастическим или какими-то выдумками и фантазиями, но на самом деле надо понимать, что мир сегодня и технологии развиваются таким образом, что завтра это уже станет абсолютной реальностью ежедневной обыденной рутины. И дистанционные технологии, чем быстрее мы их внедрим в нашем округе, тем быстрее мы повысим качество образования и, как следствие, дадим большее будущее нашим детям. По итогам делового завтрака его участники определили первоочередные задачи для совершенствования системы образования, в их числе обеспеченность учеников местами в школах, ремонт зданий и общеобразовательных учреждений, обеспечение высокоскоростным интернетом, обновление педагогических кадров и другие. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», Санкт-Петербург, Экспофорум.